Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о ложных представлениях о финансовых рынках, которые есть у многих начинающих трейдеров. Я за свою карьеру проработал с достаточно большим количеством трейдеров. Многие из этих трейдеров были новичками на финансовых рынках и практически у каждого из них есть убеждение о том, что финансовый рынок это как такой знаете сундук, в котором нет дна и есть огромное количество денег, которые можно брать просто в безлимитных количествах. То есть вот сколько мне надо, столько я оттуда и заберу. И причем забрать их можно быстро, забрать их можно безболезненно и так далее. Реально такое представление есть у очень большого количества начинающих трейдеров. И каждый раз мне приходится людей убеждать, что финансовые рынки это не про быстрые и легкие деньги, это как раз таки наоборот, очень часто про достаточно долгие и мучительные деньги. И первая задача, которая есть у начинающего трейдера, это не пытаться заработать по максимуму денег. Первая задача это сохранить свой капитал. Потому что, ну поймите, что вы смотрите на рынок, как на графики цен, на свечки, линии Fibonacci, Moving Average, RSI и прочие разные индикаторы. Вы смотрите на фундаментальные данные какие-то, которые движут рынками. Но по факту за экраном монитора находится огромное количество десятки тысяч трейдеров, аналитиков, инвестбанкиров, брокеров, дилеров и так далее и тому подобное. Это различных профессиональных участников рынка, которые умнее вас, которые богаче вас, которые гораздо лучше осведомлены информацией по поводу рынков на текущий момент. И у которых есть огромное количество возможностей отобрать наши с вами деньги. И поэтому первоначальная задача, с которой должен идти начинающий трейдер на финансовые рынки, это не задача забрать по максимуму денег оттуда и сделать это быстро. А задача первоочередная заключается в том, чтобы не дать вот этим вот, я не знаю, как их назвать, там тиграм, львам, гиенам, которые есть на финансовых рынках, обобрать себя до нитки. А таких возможностей есть огромное количество. Причем в теории, вроде бы как, начинающие трейдеры эту историю прекрасно понимают. Когда я начинаю объяснять, они говорят, да, да, все понятно, все, я согласен абсолютно с этим. Но на практике почему-то действует именно таким образом, как будто рынок это реально бездонный сундук, в котором просто есть какие-то несметные богатства. Друзья мои, помните о том, что главная задача сохранить свой капитал. Вторая задача это приумножить этот капитал. И если вам удастся выполнить первую задачу, то вторая задача станет для вас вполне реально выполнимой. Но если вы сразу будете перекидываться на вторую задачу, то скорее всего вас ждет неудача. Я надеюсь, что сегодняшнее видео будет полезно новичкам, которых на финансовых рынках огромное количество. Если видео зашло, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И не забывайте о том, что нужно обязательно подписаться на канал, чтобы быть в теме, в курсе, потому как у нас огромное количество видеороликов о финансовых рынках. Всем большое спасибо за внимание, с вами был Глеб Задоя, успехов в торговле и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok